Всем привет! Сегодня с вами снова Оксана. И сегодня пойдет речь о налоговом вычете при покупке недвижимости. Я расскажу вам, как воспользоваться налоговым вычетом за уплаченные проценты по кредиту, какую сумму возможно вернуть и в какие сроки. Сумма основного имущественного вычета, как все вы знаете, составляет 2 миллиона рублей. Вернуть можно 13%, а сумму 260 тысяч, либо сразу, если сумма покупки составляет более 2 миллионов рублей, или, соответственно, при покупке в будущем. Лимит по вычету ограничен уплаченной за год суммой подоходного налога. Например, если подоходный налог составил за год 150 тысяч рублей, соответственно, оставшуюся сумму можно вычесть в следующем году. При покупке квартиры в ипотеку есть право на налоговый вычет за выплаченные банку проценты. Сумма выплаченных процентов не должна превышать 3 миллионов рублей. И рассчитываются они по аналогии с имущественным вычетом. Также 13%. Таким образом, максимальная сумма к возврату по процентам составляет 390 тысяч рублей. Рассчитать ее можно на специализированных сайтах банков онлайн. Это правило распространяется на кредиты, которые оформлены после 1 января 2014 года. Для ипотечных кредитов, которые выдавались до этого времени, ограничений по верхнему пределу нет. 13% можно вернуть от всей суммы погашенных процентов. Когда можно получить вычет за проценты? Вычет за проценты можно получить точно так же, как и основную сумму, только после перехода права собственности. Например, вы в 2020 году оформили право собственности. Соответственно, подать декларацию можно только в 2021 году. При ипотеке на новостройку выплачивать кредит, как правило, начинают гораздо раньше, чем получение права собственности. В этом случае вычет будет рассчитан с первого ипотечного платежа. Но заявить права на его получение все равно можно будет только после получения права собственности. Например, в 2017 году был заключен договор долевого участия. А в 2020 году был подписан акт приема-передачи квартиры. Имущественный вычет может быть начислен только в 2021 году. Ограничения по сумме налога, подоходного налога, уплаченного за год, действуют и здесь. Но в отличие от основного вычета, воспользоваться вычетом от уплаты процентов по ипотеке можно только один раз и относительно одного объекта. Это следует учитывать. И иногда лучше сохранить налоговую льготу и потратить ее при другой ипотеке. Срока давности нет, но на налоговый вычет можно подать документы за три последних года. Например, в 2021 году вы подаете документы и получаете налоговый вычет за 2020, за 2019 и 2018 год. Как получить налоговый вычет? В принципе, здесь вопрос простой. Через налоговую и через своего работодателя. Главный документ для получения налогового вычета по процентам – это налоговая декларация. Ее можно получить в форме 3 НДФЛ в налоговой инспекции. А после подачи документов и декларации налоговую службу и срок рассмотрения занимает, как правило, 3 месяца. С 2022 года россияне смогут подать заявление на налоговый вычет за 2021 год в упрощенном порядке. По новым правилам физлицы смогут возместить НДФЛ одним только заявлением без составления декларации 3 НДФЛ. Итак, налоговый вычет при покупке дома, квартиры, земельного участка, дачи, а также при строительстве дома и расходов на его отделку можно вернуть сумму подоходного налога НДФЛ в размере 13%. Для этого существует имущественный налоговый вычет, который можно оформить на всю сумму покупки основной вычет и на проценты по ипотеке. Вам было полезно это видео? Пишите в комментариях, обсудим ваши вопросы в деталях. Ну а с вами была Оксана Платицына. До новых видео! Пока!